В марте 2022 года в Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв. Крупный, хорошо укрепленный подземный склад боеприпасов еще советской постройки взлетел на воздух после удара единственной ракетой. Вскоре было заявлено, что ракетой этой был кинжал, и вокруг нее немедленно поднялся большой шум, полный хвалебных речей и разгромной критики. Привет, с вами Скай, и сегодня мы попытаемся разобраться, что это за оружие, на что оно способно, и действительно ли оно первый в мире серийный представитель породы гиперзвукового оружия. Перед нами ракетный комплекс «Кинжал». В 1987 году СССР и США подписали договор РСМД, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который должен был нивелировать угрозу применения ракет дальностью от 500 до 5500 километров и способных своими возможностями дестабилизировать военный баланс и спровоцировать ядерную войну. Реализация этого договора помогла в деле мира, но лишила военных передовых инструментов. Практически сразу же были начаты работы по созданию новых образцов вооружения, достаточно эффективных, но не нарушающих международные договоренности. Так, в 1988 году в СССР родился проект комплекса, спустя годы ставшего известным под именем «Искандер», и комплекс 9К-720, несмотря на все проблемы 90-х, был создан, и к 2020-м стал одной из основных ракетных дубин России. «Искандер» опционально оснащается сразу несколькими вариантами ракет, среди которых есть баллистическая, ее упрощенная экспортная версия, а также крылатая ракета. Нас сейчас интересует базовая современная баллистическая версия. Итак, 9М723 — это одноступенчатая баллистическая ракета массой около 4,5 тонн и дальностью чуть более 400 километров. Управляется ракета несколькими системами, включая инерциальную и спутниковую навигацию, а также оптическими и радиолокационными головками самонаведения. В голове у нее опционально может быть установлено много видов боевых частей, от обычных осколочно-фугасных и кассетных, до проникающих и естественно ядерных. Внешне она весьма минималистична, корпус имеет простые обводы, а из выступающих элементов только части газоструйных рулей возле сопла двигателя и четверка стреловидных рулей в хвосте. По идее, вкупе с радиопоглощающим покрытием это должно сделать ракету менее заметной на радарах. К тому же ракета получила средства постановки помех и ложные цели, сбрасываемые в полете и имитирующие ее тепловую и радиосигнатуру. Двигатель твердотопливный. Он обеспечивает вывод ракеты на траекторию полета и разгон до скоростей около 2100 метров в секунду. Более шести махов. Хм, шесть махов это же значит, что Искандер гиперзвуковая ракета? Формально, по диапазонам скоростей, гиперзвук начинается после преодоления отметки в пять махов. Многие обыватели делают из этого вывод, что если ракета летит на таких скоростях, она гиперзвуковая, но это не так. Как минимум отмечу, что большинство крупных баллистических ракет способно летать на таких скоростях, но этого недостаточно для получения звания гиперзвукового оружия. Нюанс в маневрировании. Гиперзвуковые ракеты не просто летят очень быстро, но и могут маневрировать. Это важный нюанс, так как баллистические ракеты летят по простым траекториям, которые можно просчитать заранее, что упрощает перехват. Гиперзвуковые ракеты постоянно меняют курс, что сильно усложняет противодействие, что и делает их крайне опасным оружием. Может возникнуть мысль, что нужно просто научить баллистические ракеты маневрировать, но это не так просто. Переход за пять махов приносит с собой много серьезных проблем. К примеру, ракетный двигатель может без проблем дать и больше пяти махов, но он работает очень недолго и после отключения ракета летит по инерции, теряя скорость, которая вскоре падает ниже планки гиперзвука. Из долгоиграющих вариантов, прямоточный воздушно-реактивный двигатель способны дать длительную тягу или же планирование в верхних слоях атмосферы, когда ракета с аэродинамической формой словно скользит на огромной скорости. Второй вопрос – условия. Длительный скоростной полет сопровождается чудовищными перегрузками, нагревом, а также облаками плазмы вокруг объекта, которая гасит радиосигналы. Объект, укутанный в такое одеяло, немеет, слепнет и глохнет. И это одна из причин того, зачем на конечном участке полета ракеты снижают скорость. Иначе их головки самонаведения не будут работать, и они просто не смогут прицелиться. Судя по всему, ракета 9М723 может летать в нескольких режимах, среди которых как чисто баллистические с траекторией, горбом выходящей за пределы атмосферы, так и управляемые, когда ракета летит на большой высоте в атмосфере и может маневрировать аэродинамическими рулями. Второй режим позволил бы нам считать Искандер гиперзвуковым, но, увы, полет в атмосфере еще и с маневрированием, скорее всего, сильно гасит скорость. И даже если он выходит на гиперзвук, то из него быстро выпадает. Тоже с дальностью. Ее официальные показатели, более 400 километров, могут быть максимальными в баллистическом полете. Маневренный атмосферный полет может серьезно эту цифру срезать. В финале мы можем считать, что Искандер это серьезная и очень грозная баллистическая или маневрирующая, но не гиперзвуковая ракета. Рассказывать подробно о МиГ-31 сейчас не буду, он заслуживает полноценного фильма. Укажу лишь, что, будучи созданным еще в 1970-х, этот истребитель-перехватчик до сих пор уникален, обладая рядом выдающихся характеристик. Скорости полета в 2,5-2,8 маха, а это 2700-3100 км в час, высота более 20 км, максимальная взлетная на уровне 46 тонн. МиГ-31 тяжелый высотный и скоростной самолет. Эти возможности необходимы для его первоочередной работы, перехвата вражеских самолетов, но есть у них и бонус, который мог сделать МиГ-платформой для воздушного старта. Воздушный старт — это концепция, при которой ракета запускается не с Земли, как это обычно делается, а с самолета, который выступает в роли эдакой первой ступени, что упрощает вывод полезной нагрузки в космос. Поэтому история знает много попыток использовать эту концепцию в коммерческой космонавтике. Идея воздушного старта военных ракет, в том числе баллистических, тоже не нова, и различные проекты подобного рода реализовывались чуть ли не с 50-х. Но во времена Холодной войны хватало и классических средств уничтожить мир, так что тема далеко не заходила. Теперь же ситуация изменилась. Обычные вооружения ограничены международными договорами, а вот воздушные старты в них не обговариваются. То есть, создав такую систему, в теории можно, ничего не нарушая, получить ракету средней или меньшей дальности. Идея, витавшая в воздухе вокруг скоростного перехватчика многие годы внезапно кристаллизовалась. Для МиГ-31 появилась новая роль. Так что я столько времени распинался про Искандера и МиГи? Какое отношение Кинжал имеет к Искандеру и МиГу? Хм... Возможно, потому что Кинжал — это Искандер на МиГе. Ракета 9С77-60 или Х47М2, известная под именем Кинжал, по компоновке и габаритам похожа на ракету 9К723. И это решение вполне логично. Зачем делать оружие с нуля, если можно использовать уже отработанную базу? Тем не менее, не стоит делать поверхностный вывод о том, что они одинаковые, и можно просто снять ракету с мобильной пусковой установки и повесить её на самолёт. Как минимум, разные методы применения заставляют вносить изменения в конструкцию системы. Длинное описание ракеты 9К723 Искандер теперь сильно упрощает описание ракеты 9С77-60 Кинжал. Их начинки, скорее всего, практически идентичны. Главное внешнее отличие — это наличие сужающейся секции с дополнительным оперением. Из-за неё кинжал длиннее — около 7,7 метров против 7,3 у Искандера. Но эта секция является лишь обтекателем, нужным для улучшения аэродинамики в полёте на подвесе, и при пуске она отделяется. Масса новых версий Искандеров составляет по разным оценкам около 4,5 тонн. Сколько весит кинжал — неизвестно. Она, скорее всего, легче, но вряд ли сильна, оставаясь на отметках более 4 тонн. Боевые части кинжалов, масса около 500 килограммов, вероятно, близки к боевым частям Искандеров, включая ядерные заряды. Целеполагание также рядом. Стационарные защищённые объекты, штабы, склады и всё такое. Плюс цели небольшой мобильности, вроде кораблей, ведь нельзя просто взять и не сделать очередного убийцу авианосцев. Самолёт, естественно, не совсем такой же, как его собратья. Носитель, получивший индекс МиГ-31К, является модификацией серийного МиГ-31БМ. Модификация не радикальная, но серьёзная. Была заменена часть бортового оборудования, РЛС, вероятно, сняли, ибо сложная и тяжёлая система тут по большому счёту не нужна, а также были заменены оружейные системы. Ракеты воздух-воздух уступили место единственной ракете воздух-земля, которую подвесили под фюзеляж, переделав и усилив подвес. И как всё это работает? На первом этапе самолёт с ракетой взлетает и выходит на стартовую позицию на дистанции до 700 километров. Боевой радиус МиГ-31. На этапе старта самолёт может подняться на высоту около 15 километров и разогнаться до скорости около 2100-2400 километров в час, более двух махов. Это непредельные показатели для МиГа, но размеры и масса груза должны изрядно ограничивать возможности самолёта, не стоит ждать тут рекордов. При пуске ракета сбрасывается с носителя, после чего хвостовой обтекатель отделяется и запускается маршевый двигатель. Дальнейший полёт ракеты похож на полёт Искандера. Попробуем повторить схемы, но с поправкой, что на момент зажигания ракета уже имеет приличную скорость и высоту. Неплохой бонус по сравнению с нулями у Искандера. Первая траектория – баллистическая. Ракета быстро набирает высоту, уходя за пределы атмосферы. При этом трамплин в виде самолёта позволяет ракете разогнаться ещё больше, дотянувшись до скоростей в 10 махов, а то и больше. Различные источники не стесняются, давайте, 12 и 13 махов. Следующий этап самый длинный. Более тысячи километров ракета уже с отключённым двигателем летит по параболической траектории. На завершающем этапе полёта кинжал входит в атмосферу, начинает маневрировать аэродинамическими рулями, быстро замедляется до сверхзвуковых диапазонов скоростей, включает головку самонаведения и вертикально всаживается в цель. При другом сценарии, модная по терминам аэробаллистическая или квазибаллистическая ракета, после пуска набирает высоту в несколько десятков километров, но остаётся в атмосфере. Аэродинамические рули остаются активными, и ракета может маневрировать в течение всего полёта. И снова, на этапе приближения к цели она замедляется до сверхзвуковых диапазонов скоростей, включает головку самонаведения и вертикально всаживается в цель. Так он гиперзвуковой или нет? При полёте вне атмосферы скорости максимальны, но значительная часть маршрута чисто баллистическая. При сценарии с атмосферным полётом ракета может маневрировать всегда, но гиперзвуковая скорость у неё, скорее всего, теряется довольно быстро. Кинжал вполне передовая и грозная часть ударного потенциала авиации. Отличная баллистическая ракета воздушного базирования. Но, может, кого я разочарую, едва ли его можно считать полноценной гиперзвуковой ракетой. А если можно, то с кучей оговорок. Честно говоря, учитывая современную моду, вполне могу допустить, что плашку гиперзвук к ней приклеили скорее политтехнологи и пиарщики. Сами операторы и создатели комплекса знают, на что способны их изделия, и не особо переживают о том, что о них говорят эксперты с телевидения, телеграмма или ютуба в видосах типа того, который вы сейчас смотрите. Так в чём преимущество сложной системы кинжал, если уже есть Искандер? В первую очередь, это дальность. Она составляет около 2000 километров. Тут стоит оговориться, что речь о дальности именно комплекса, то есть ракеты и носителя. К примеру, в случае применения 122М3 речь уже о 3000 километров, и дополнительную тысячу даёт более дальний носитель. Ракета-то та же самая. Но даже не считая этой маленькой халтурки, ракета самостоятельно летит на 1300-1500 километров. В несколько раз больше дальности ракеты Искандера. Скорость кинжала, какая бы она ни была при различных сценариях применения, снова же серьёзно превосходит наземного собрата на большей части траектории. То есть, учитывая уже имеющиеся средства защиты, если Искандер перехватить сложно, то кинжал перехватить ещё сложнее. Есть также преимущества и логистические. В отличие от наземного комплекса, кинжал, подвешенный под самолёт в случае необходимости, может быть быстро переброшен в нужное место и применён. Кроме того, в отличие от Искандеров, расположение которых может быть отслежено, скоростная мобильность Мига делает кинжал ещё и непредсказуемым с точки зрения места пуска. Недостатков немного, но они тоже есть. Выдающиеся характеристики кинжала стоят очень дорого. И Искандер и кинжал – это оружие точечного применения, которое в оптимальном варианте является ядерным. Сносить гараж с тачанками ракетой, стоимость которой сравнима со стоимостью неплохого самолёта – откровенное расточительство, которое бывает, не без этого, но нежелательно. Ситуация, при которой десятки мигов залпом пускают кинжалы – маловероятно. Это же является причиной того, почему ракеты хоть и применяются в военных действиях, но применяются редко и точечно, выступая не столько как оружие, сколько как демонстраторы силы. И тут возникает ещё один вопрос атаки хорошо защищённых целей. Защищённых не песком и бетоном, а комплексами ПВО и ПРО. Я не склонен бросаться лозунгами о том, что кинжал – это неудержимая молния Зевса. Перехватить её трудно, но отнюдь не невозможно. И чтобы преодолеть серьёзное противодействие, нужен эффективный удар. Вполне возможно множеством ракет. А это может и не получиться. Истина нам неизвестна. Ситуации, когда ракета рвалась сквозь зонтики современных систем ПРО, не возникало. И, надеюсь, не возникнет. В роли высокоточного оружия по уничтожению локальных объектов куда оптимальнее выглядят классические крылатые ракеты, а то и дроны. Может, они не летают так быстро и не взрываются так громко, но они намного проще, универсальнее и дешевле. Вторая проблема касается не только кинжала, но и вообще всего высокоточного оружия. Чтобы точно настичь цель, ракета должна иметь все данные о ней. За цели указания отвечает разведка, самолёты ДРВО и спутники. А их количество невелико. Одно дело, когда речь о стационарной цели, и другое дело, если цель мобильная. Вы не можете запустить ракету с приказом долететь до театра военных действий, найти там что-нибудь крутое и уничтожить. А корабль противника не будет докладывать свои координаты и просто ждать, пока его подорвут. Ещё один недостаток концепции – это, как ни странно, носитель. Проблема тут в том, что кинжал на Миге-31 не дополняет роль перехватчика ролью бомбардировщика. Он её заменяет. Теперь самолёт – чистый носитель, который по воздуху работать больше не может. Миг-31 уже не производится, а значит, чем больше будет сделано носителей кинжалов, тем меньше будет перехватчиков. А уникальные возможности Мига делают его важной частью системы ПВО, и такие переделки могут нанести ей ущерб. Решение этой проблемы очевидно. Кинжал, в теории, могут применять и другие самолёты. На данный момент известно, что работы ведутся по подвесу ракет на Ту-22М3. Туполев крупнее и тяжелее Мига, так что он может нести сразу несколько ракет. К тому же он летает дальше, но летает он медленнее и ниже, так что характеристики полёта самой ракеты, вероятно, будут скромнее. То же касается других самолётов, и вопрос, насколько легко их под кинжал адаптировать, и насколько эффективными первыми ступенями они будут, должен задаваться индивидуально. Первый модифицированный МиГ-31К с прототипом ракеты «Кинжал» взлетел в 2016 году. Активные тесты с пусками ракет начались тогда же. По данным ряда источников, испытания были завершены в 2021-м, когда было начато серийное производство. В наше время «Кинжал» — это уже свершившийся факт. Живое и применяющееся оружие, которое гиперзвуковым может и не стало, но гиперзвуковую гонку точно начало. Пишите, что думаете о «Кинжале», ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Быстрых вам полётов на самолётах, мягких посадок, и пусть с гиперзвуковыми ножами вы будете пересекаться только на выставках. Субтитры создавал DimaTorzok